всем привет сейчас приехала в казино пообедать у нас казино присылает не только отели бесплатно но и также присылают бесплатно шведский стол это как в этом как его например там гулял их люди тоже самое у нас также присылают и сейчас пойду пообедаю без мужа уже нет муж уехал я поеду сейчас покушаю и пойдем погуляем с вами я подошла на стойку ревардс они мне активировали мою как бы мою мою карту мой обед и сейчас я этим вас это казино космополитен и вот как раз вот этот вот шведский стол мы идем я вернее я иду кушать народ вот обычной линии уже там стоит обычно прям все отсюда стоит выходные дни здесь вообще вы себе просто не представляете что творится смотрите какая штука стоит и ничего не видно там я вам не могу передать это моя карта я иду в свою очередь слава богу ее нет сегодня четверг и слава богу очереди нет вкусненько тут здесь и крабы и все 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 что хотите взяла себе салатик суши вот эти вот овощи мне нравятся они у них по-корейски сделаны очень вкусненькие и тигровые креветочки взяла вау красивый и вау и вау 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Представляете, какая тяжелая люстра? Это не хрусталь и это не страза Сваровского Мне кажется, это просто такой, как пластик, но очень тяжелая Прям вот, прям очень-очень она тяжелая Представляете, какая красота? Представляете, вышла на улицу А на улице дождик Это явление вообще такое редкое Мне даже не верится Субтитры создавал DimaTorzok Но так как на улице дождик, пойду не через улицу в другой отель, а через отель пройду Видите, не всегда в Лас-Вегасе солнечно Сегодня дождик пошел, очень парит, очень жарко Невозможно прям дышать, нечем вообще Прям жаришка целая Но это бывает, я не знаю, ну пусть будет пять раз в году так, что дождик идет А так и то, как дождик идет Он уже прошел Его уже и нету Это все беленько Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас на днях звонила мне подружка моя И говорит Ты часы любишь? Я говорю, ну так, как-то я часами особо не болею Вот такая композиция красивая Сзади меня все из живых цветов, смотрите Я говорю, да так, как-то не особо А она говорит, в Москве все часы Rolex искупили, представляете? Она говорит, все витрины пустые Что я вам сейчас покажу У нас в Лас-Вегасе часы Rolex висят абсолютно везде Я же в аэропорту То есть, ну как в Rolex и Rolex Я люблю рассмотр miteinander Я люблю рассмотрим Я люблю Я люблю Отрく woman В Р jagской Спасибо This team Отвitäри住 Я люблю Субтитры подогнал «Симон»! Роликс с роликсом, а мы с вами лучше пойдем, я вам покажу красоту, какую создает шикарный отель Bellagio. Я перевернула камеру, чтобы вам показывать, чтобы вы смотрели. Кто не знает, чем славится отель Bellagio, так это своими уникальными декорациями, которые он создает полностью из живых цветов. То есть вот эти зебры, это зебры из живых цветов, беленькие розочки, черные тоже розочки покрашены и ушки гортензии сделаны. Запах, аромат цветов, вы себе просто не представляете, какой здесь стоит. Это мои родичи, я тоже змеяла красоту, поэтому я их не боюсь. Мне они нравятся, как они мне кожаные, гладенькие, прикольные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Здесь каждое растение поливается! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Обратите внимание, что даже вот у этой птицы, у нее вот эти перышки, это все настоящее. Сейчас я попробую вам приблизить. Впервые здесь поставили вот этот вот плазменный экран. Никогда его здесь не было ранее при декорации. То есть я такое вот за 8 лет вижу впервые. Ну, это обезьянка Капутино сидит, как из мультика. В этот раз все декорации сделаны тематика сказки. Тут и жирафы, и зебры, и туканы, и львы, и леопарды. Кто у нас здесь еще? Фламинго, обезьянки. Как бы здесь вся тематика сделана из сказки, из мультиков. В общем, очень интересно, красиво. Ну, вот о чем я вам говорила, что тематика на ресепшн сделана в тему основного как раз декорации основника. Видите, здесь тоже все живые цветы, и тематика точно такая же. Сейчас я переведу камеру, я вам кое-что покажу. Вы представляете, сколько здесь надо усилий все это посадить, какие работают дизайнеры тут, создавать такие шедевры и все это поддерживать, чтобы все это поливалось. Ну, вот все вот эти вот зебры, они все поливаются изнутри. У них полив изнутри идет, стоит система полива внутренняя, поэтому зебра питается вся изнутри. А эти растения, они все вот эти вот, они все стоят в горшках, на поддонах прям специально. Сейчас я вам что покажу. Не знаю, кто-нибудь когда-нибудь видел такое в жизни или нет. Ну, думаю, что я вас удивлю. Кто-нибудь знает, что это, догадывается? Это натуральный шоколадный фонтан. Здесь три вида шоколада. Молочный, вот он. Вот он. Ой, молочный, это белый. Горький. И вот там молочный. Представляете, как это все додумались? Додумались на место. Там я, Лучный. Пока-пита. Я, Лучный. Только это, кем-профер. Пока-пока-пока. Додумались на место. Паути. Ой. Паути. Паути. Чистое. Паути. 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 это вот где вот этот фонтан здесь кафетерий можно попить чай кофе блинчики пирожные все остальное и обратите внимание вот эта декорация сделана основная тоже декорация в беладжио то есть они все делают в одном стиле прикольно очень на красиво сейчас тоже здесь кофейку попьем с блинчиком наверное с клубничкой смотрите как печет какой блинчик дерево какое да у меня такое дерево тоже дома стоит ну только маленькая конечно маленького размера натуральные камни они есть разные они есть ну как говорится там на счастье от болезни от всего у меня зелененькие камушки стоят эта коллекция мне знаете что напоминает вам ничего а мне шапку вот это олег попов или как он там был вот он мне напоминает вот вот эти вещи мне напоминают она открывается но туго я и не буду строгать чтобы не разбить цена 88 долларов плюс таксы но если у вас есть карточка ревардс этого отеля то у вас будет скидка в зависимости от категории карта эта птичка стоит 118 долларов но я бы ее не купила по мне она какая-то как деревня какая-то не знаю может быть в определенные места она и сойдет но как-то нет статима мады и на индия вот и всякие сувениры вот такого плана здесь уже вот в черном эта коллекция баночка так а мне крышки нравятся вот за крышку вот я бы крышку купила а баночка мне не нравится смотрите какая картина из бисера это вот светлая вот мне прям шапку напоминает этого олег попова и все даже салфетки смотрите такие же цена салфеток шесть девяносто пять ну вот это мне нравится это бы я ванну поставила бы купила я люблю когда на столешнице в ванне цветы вот это я люблю 35 долларов стакан а фуже так Продолжение следует... Снимаю через камеру, не вижу сама, что снимаю. А это свечки. Камеру выключила и посмотрела. Представляете, это свечки. Маленькие. Вот большие. Маленькие. Сколько стоят? 66 долларов. Ну, необычно. Красиво даже вот так. На подарок красиво. Всякие шкатулки разные. Но это дорогие вещи. Вот, 100 долларов. Это внутри зеркальца там. Оно открывается, и это зеркальце. Шкатулка мне вот нравится. Такие вещи мне нравятся. Сколько вам? 400... 50 долларов. Вот у меня глаз алмаз на дорогие вещи. Но она красивая. Это все стразы Сваровского, поэтому так дорого. Это все стразы Сваровского, поэтому так дорого. Это все стразы Сваровского. Посмотрите, какая красота. Как вы думаете, сколько это сто... Я специально закрыла ценник. Как вы думаете, сколько она может стоить? Я увидела ценник, я не поверила своим глазам. Нос шикарная. И вот эта шкатулка мне нравится, зеркальная. Вот она есть в стальном цвете. Я бы вот такую купила бы шкатулку. А цена шкатулки... А, 135. Совсем недорого. Зеркале. Знаете, с чего они сделаны? Смотрите. Они как из силикона. Я даже вот стою, пахнет силиконом. И вот они разные-разные есть. Вы такое где-нибудь видели? Я нет. Это можно видеть только в таких вот уникальных магазинчиках. Так, а цена, цена... Не поняла, 850 или 50? 850 долларов. Вот эта ваза, чуть больше моей руки, 850 долларов. Вот эти мне нравятся. Это стоит 725 долларов. А это, по-моему, 2000 с лишним. Я ее уже смотрела. Она мне очень нравится. И я за ней все наблюдаю. Смотрите, как необычно, да, стоят они. Вот цену увидела. Вот эта средняя стоит 1995 долларов. А она меньше, чем вот эта зеленая. То вот эта будет 2 с лишним. Я просто цены не вижу тут. Надо ее перекручивать. Я не хочу ее трогать. У меня в руке камеры неудобно. Но она 2 400, 2 500 где-то, наверное, будет стоить. Эти игрушечки остались с Нового года. Я ее покупала. Здесь у меня, как ее называют, калибри. Здесь вот бабочки, черепашки. А, вот такая у меня калибри, только у меня зелененького цвета. Вот ее цена 30 долларов. У меня дома подсвечник из Onyx. И вот она у меня висит там. Это маленькая красота. Посмотрите, как она сверкает. Прям. Вот я люблю вот такие вещи. Я прям долго-долго могу в таких магазинах быть. Не так дорого, 140 долларов. Она тяжелая. Она весомая. То есть это не пластик, это металл. И плюс все это... Посмотрите, как сделано. Работа какая ручная. Вот рамочка такого же стиля сделана. Рамочка 90 долларов. Но мне эта рамка не нравится. А вот эта мне нравится. Хорошо. Мясо. сейчас вышла из магазинчика и увидела дерево это живое дерево и здесь вот распускается цветы смотрите как красиво на улице чувствуется что дождик идет почему потому что даже сюда я стою напротив высота центрального сюда даже веет такой прохладой и естественно любое любой отель в лас-вегасе это отель казино мы с вами были там сейчас на декорациях я вам показала а сейчас у меня уже казино сейчас я переверну вам камеру на меня вы уже насмотрелись я вам покажу казино беладжо где проходят самые известные в мире фонтаны фонтаны беладжо поющие фонтаны это я выйду на улицу вам поснимаю обратите внимание вот сидит бабушка с дедушкой они не с внуками сидят они сидят развлекаются здесь в лас-вегасе она при макияже как бы одета красиво все хорошо и она не с внуками она здесь отдыхает а наши бабушки с дедушками все запыханные сидят с внучками с правнуками а здесь бабушки с дедушкой у них так не прокатит помните детский аппарат цапка вот этот вот который спускается и вот так должен поймать здесь сейчас в лас-вегасе в этом году поставили скажем так цапку для взрослых все тоже самое только цапка для взрослых и надо вот так вот он и она едет и шарик какие вот денежки вот можешь выиграть шарики сша чтобы бабушка с дедушкой посидели с внучками или с внуками это надо позвонить договориться скажем так о большом приеме что можно ли приехать в гости чтобы вас посидели они с внучкой и так далее здесь не так как у нас приехал в гости здрасте новый год нет здесь только все по звонку потому что здесь у каждого свое личное время и здесь не бывает такого что здрасте мы приехали нет здесь такого нет это абсолютно точно столы снимать нельзя как я вам уже говорила но я быстренько сняла и вы обратили внимание там около стола стояли около вот этих вот крэпсы вот эти около них стояли молодые люди с чемоданами то есть они уже у им уже вылетать а они еще все около аппарата им еще все поиграть надо представляете вот я всю еду это все казино неимоверных размеров куда идти чего идти здесь вот так сделано чтобы народ путался но я знаю что выход назад и я буду выходить на фонтаны белла джо а хочу вам показать на чем здесь передвигаются инвалиды и здесь очень много но сейчас не вижу пока в этой стороне они так как они тяжеловато ходить они здесь ездят на таких креслах как их называют ну вот кресла такие управляемые да вот они на них ездят везде по всему отелю не только по отелю вообще по лас-вегасу они здесь арендуют либо кто на машинах приехал они с собой привозят но в основном это в аренду здесь берется и вот они так ездят не ходят или полные люди до которым очень тяжело ходить они тоже вот берут все вот это вот в аренду сзади меня это бар петросяна вот и интересно какого петросяна он такой коктейльный барчик здесь каждый вечер играет вот там на пианино пианист классическую музыку и вот здесь люди сидят просто пьют шампанское коктейли оба ничего более такого иду на выход сейчас пойду к фонтану раз вертушка приедет это мы в этом отеле тоже живем бесплатно как кабинет винишин отель но сейчас у нас пришел аквер опять на отель сизер пелос на цезарь то есть в августе с 1 по 31 августа в любое время мы можем заселиться сизер пелос на 3 ночи бесплатно абсолютно но это уже когда муж приедет и заселись заселимся уже туда на 3 ночи так непривычно дождик здесь посажены самшиты такой аромат идет такой запах идет сизер пелос это вот этот как раз о котором я вам сказала а вот идут фонтан белладжо идет что-то дождик идет музыка слабый какая-то фонтан слабый никакой обычно здесь так динамично все но видимо в ногу с погодой такая погода интересная мы здесь не часто это видим и так необычно прям я даже передать не могу видите когда дождик идет здесь можно пройти либо через казино либо по низу либо вот через такие переходы они открытые поэтому здесь спокойно ходишь и ничего страшного нет я с вами немножечко прогулялась сейчас пойду зайду в сифору меня подружка попросила там духи купить ну и посмотрю может быть что мне тушь нужна еще может быть тушь куплю посмотрю а с вами я прощаюсь до следующих видео встреч следующих наших гуляний либо встреч каких-либо не знаю что такое следующее видео будет подписывайтесь ставьте лайк до новых встреч субтитры 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 и решила в сифору не на стрипе зайти у нас здесь есть town square и думаю там зайду заодно мне магазин надо зайти и там зайду и вектории секрет Такая погода необычная для нас. Мне прям непривычно. Такое все пасмурное в Вегасе. Мы очень любим этот магазин. Он, да, подороже, чем все магазины в Америке считается, потому что этот магазин считается органик. И я сюда заехала, мне так ничего не надо особо, но что-то фрукты я возьму. Возьму клубничку. Обычно у нас от клубники здесь запах не идёт, а здесь прям вот только подходишь и уже запах идёт. Сейчас вот по акции она 3,59 стоит. Ну вот нектарины, черешня по 4,99. Ну, может, персики вот возьму тоже. И возьму черешню. Возьму красную и возьму пакетик беленькой. Сейчас что-то здесь скидки идут. Хотите, я вас удивлю очень сильно. Вы знаете, что у нас в США на вес золота? Вот, кстати, я сейчас тоже не вижу. Но я возьму сейчас кучечек петрушки кудрявой. А на вес золота в США укроп. Представляете, укроп. Просто безумных денег стоит. Вот так вот. Такое и есть. А всё остальное нормальные цены. А вот укроп, это, конечно, ужас цена. За маленький-маленький вот такой вот прям вот никакушный пучочек, прям вот такой вот можно заплатить 3-4 доллара. Просто вот прям вот за такой. И какие, помните, у нас пучки делаются, да, большие? Нет, здесь такого нет. Такие пучки большие можно купить только в русских либо в армянских магазинах. Ну, мы туда ездим, но мне сейчас туда далеко ехать, я не еду. А здесь взяла сейчас петрушку. Смотрите, морепродукты, конечно, шикарные. Вот крабы 15,99, другие крабы вот эти вот 24, ноги, креветки 12,99, всякие мидии, ракушки. То есть ассортимент здесь, конечно, сори, ассортимент здесь, конечно, шикарный. Вот эти креветки 19,99, королевские. Ну, так же беконы, мясные, мясной отдел тоже, кстати, очень даже шикарный. Купата вот здесь очень вкусная. Девчонки, кто живет в США, то здесь есть ноу-спайси, чикен и порк. Обалденные купаты. Просто обалденные. Разного вида, вот сало, корейка. Мясо, фарш. Ну, вот смотрите, яйца стоят... Так, это у нас что, десяток яиц, whole food стоит 7,49. Это органик, яйца. Есть 3,39. Эти, значит, 6,99. Здесь 12 штук. 8,99. То есть цены на яйца тоже абсолютно разные. Так, я тоже яйца взяла. Ну, вот масло сливочное. Мне очень нравится у них сливочное масло. Оно у них идет салт, подсоленное. Как бы есть обычные масла, а есть солененькие с солью. Мне вот нравится с солью. Масло это стоит 6,29. Ну, йогурты обычная цена. 1,99. 2,99. Большие органик. Видите, они написаны органик. Органик йогурта 4,39. Мне у них нравится просто греческий. Вот он он. Грек. Это он, знаете мне, что напоминает? 9,79 он стоит. Знаете мне, что напоминает? Помните, в любом отеле, там, в Египте или в Турции, в любом, подают на завтрак такую, как густая сметана, как его называют? Вот, йогурт. Вот это вот прям такой же йогурт, прям густой, вот очень вкусный. Есть ванильный, они разные есть, но я люблю греческий вот этот. Здесь тоже вот разное молоко, и по 4 доллара, там, ну, разное есть, как бы, молоко. Мы обычно с мужем покупаем вот это молоко, 6,29 оно стоит. Оно в стеклянной банке, бутылке в такой. Нас всегда на кассе спрашивают, а вы точно взяли? Вы знаете, сколько это молоко? Вы точно его убрали? Потому что это очень считается дорогое молоко здесь. Но оно органик, прям такое ощущение, как будто ты пьешь это молоко из-под коровы. И здесь написано у них, что когда вы приедете в следующий раз, вы можете привезти пустую вот эту бутылку, и у вас будет скидка на вот это молоко 2 доллара. То есть молоко будет 4,29. Ну, конечно, мы все это выкидываем, я что буду это складывать, и, короче, постоянно покупаем, получается, по этой цене. Но молоко обалденное. Как вот прям, как будто в деревне побывала. Сейчас иду, снимаю молоко, а, наверное, когда муж увидит это видео, скажет, только иди мимо, только иди мимо кефира. У нас с этим кефиром это целая эпопея. Я его постоянно покупаю, постоянно. То есть каждый раз я покупаю кефир. Каждый раз у нас и этот кефир стоит, портится, мы его выкидываем. Вот зачем я его покупаю, я не знаю. Но вот, наверное, он сейчас думает, иди мимо кефира. Я прошла мимо кефира, я его не купила сейчас. Ну вот в Whole Foods еще тортики, всякие пирожные, вкусненькие очень. Девчонки, вот на цены смотрите. Вот цены сверху прям. 2,25, 2,25. 8 долларов такая штучка. Она, кстати, в такой пиалочке, вот видите? Эти тоже по 2,25. Эклера 2,99. Вот эти тортики по 26 долларов. Они небольшие, они, ну как, с полторы ладошки. Но вот эти в Whole Foods торты мне нравятся. А все, что продают в США, любые торты ихние, мне вообще ужасно не нравятся. Они очень сладкие. Я их прям терпеть не могу. А вот эти вот пирожные, тортики в Whole Foods очень вкусные. Ну а так магазин очень большой. Есть все. Вина, вот цена. Я вина не пью вообще, поэтому ничего вам сказать не могу. 19 долларов, 15, 21, 17. Ну вот такие цены на вина. Ну как во всех магазинах и у нас, как бы готовые уже вот здесь вот продукты. вот эти вот креветки. Вот эти креветки обалденные. Просто обалденные. И мне очень нравится. У них терияки салма. Это как ее... Семга. Американцы же не готовят вообще, и поэтому они покупают сразу все готовое. Сейчас я возьму чуть-чуть креветок. Смотрите, чем я вас еще удивлю. Здесь продукты... Hi, hello. Здесь еще продукты. Смотрите, вот пробивает продавец, и у нее есть помощница, которая складывает продукты... Посмотрите, во что, в бумажные пакеты. То есть здесь все на такой степени вот органик, что даже вот они складывают... Помните, как по фильмам? Бумажные пакеты. Вот здесь все это еще осталось. Я как покупатель ничего не собираю в пакеты. То есть они сами собирают. Это в любом магазине так. Они сами собирают продукты. Мне только поставить их надо в коляску, вот, ну, в свою, и все. Вот этим мне нравится, как бы, здесь, что здесь полное обслуживание магазина. Ну, вот смотрите, чек у меня получился на 62 доллара с таксами. Вот два пакета они мне поставили. Я еще, кстати, термису два кусочка купила. Приехала домой, сейчас забрала почту. Вот как же американцы любят вот эту всю макулатуру. Вот в фиолетовом конвертике мне пришло опять какой-то афер на бесплатное проживание в каком-то отеле. И вот, смотрите, я впереди. Вот прям первое держу. Прислали бесплатный круиз в июле с 15 на 17. На два дня получается круиз. А куда круиз? Сейчас откроем. Вот они прислали. Это афер. Приглашение на двоих. Подарить мы не можем. Это именные. Ой, мы за ними не успеваем, как они нам присылают. Приятно, конечно. Спасибо. Ну, не знаем, поедем мы, не поедем. Посмотрим.